Меня зовут Антон и сегодня мы поговорим о практиках, которые, на мой взгляд, являются остро необходимыми для решения любых менеджерских задач. Давайте немножко познакомимся. Я расскажу пару слов о себе, а потом мы немножечко познакомимся с вами. Я в IT уже больше 17 лет. Начинал как C++ разработчик, дошел до C++ архитектора, low-level department manager. Вы, если хотите, проходите в первых местах. Есть свободные места, вы не стесняйтесь. Так что жаждущие могут смело присаживаться, просто чтобы не стоять. Вы можете смело проходить. Да, а потом я всех предал и перешел в автоматизацию тестирования. И последние 6 лет сфокусирован на этих задачах. Хотя C++ в сердце моем и я периодически занимаюсь архитектурой. Давайте познакомимся с вами. Кто из вас является менеджером или тим-лидом? Давайте поднимем руку. Немного. А кто из вас является, скажем, мидл-специалистом разной специализации? А я являлся когда-то, да. Шикарно. То есть у нас прежде всего собрались люди, которые сами не сетапят процессы, но являются их органической частью и в них работают. Тогда мы нашу беседу и построим таким образом, чтобы какие-то примеры приводить именно из жизни. И не сколько менеджеров, сколько участников процесса. А еще, да, есть профессиональное сообщество. Вы увидели платформу Community Z, вы увидели много сообществ из своего родного города. Я представляю сообщество Камака, это большое международное Тюэй-сообщество. И сообщество Core Heart, это сообщество C++ разработчиков. Все-таки включим, все-таки не хватает голоса. Но сейчас будет громче. И есть еще сообщество International IT, да, InterIT, понаехавших айтишников в Беларуси. Я сам из понаехавших, я 20 лет назад переехал из Крыма. Поэтому я тоже понаехавший. Да, вот а где бы еще крымчики встретились? Конечно, кроме как на конференции в Гродно и не увидишься. Да, в общем, давайте двигаться дальше. Это была прелюдия. Агенда у нас аж в шести частях. Поэтому не стоит ее внимательно изучать. Но сразу мы понимаем, что презентация большая. Ответить на вопросы получится только после доклада в коридоре. И презентация останется с вами. Там даже есть определенные условно задачки, которые можно было бы решить в группе. Потом сравнить ваши результаты с предложенными. Ну и опять же сделать для себя какие-то выводы. По-моему, полезное упражнение. Да, почему этот вопрос, мне кажется, актуален? Потому что если бы можно было обойтись без менеджеров, ведь мы не участвуем непосредственно в создании продукта. Прекрасно бы IT-сфера обходилась без нас. Если бы можно было автоматически посчитать какие-то метрики и по мурю метрик сказать Иванова депримировать, Петрова наградить, Сидрова представить в награде. Ну, к сожалению, это невозможно. Поэтому вопрос актуален всегда. И ловушек из-за большого количества методологий, из-за большого количества нюансов много. И решения из коробки не существует, и в обозримом будущем оно не появится. Поэтому любое решение будет итерационным. Вы ввели некие практики, добились того, что они начали как-то работать. И увидели, помогают ли они достижению ваших целей или нет. При этом у нас у всех есть целый ряд ограничений. Поэтому всем советую помнить про правила Миллера. Семерку Миллера. На базе экспериментов было установлено, что человек может одновременно держать в голове, оперировать. 7 плюс-минус 2 сущности. То есть не более 9. Будем откровенны, лучше не быть оптимистами, лучше сразу считать, что 5 плюс-минус 2. И на самом деле огромное количество, что менеджерских практик, что инженерных практик построено на этом правильно. Неважно. Цикломатическая сложность должна быть в идеале не более 5. Ну, хотя бы не пересекать 10. Откуда семерка Миллера? Потому что тогда цикломатическая сложность не превышает наше ограничение. И мы сразу можем быстро метод какой-то, функцию уместить у себя в голове и понять ее логику. То же самое. Интерфейсов не должно быть точно больше 9. Чтобы какой-то класс реализовывал. Они у нас даже интерфейсов в голове не поместятся. Количество методов интерфейса должно быть разумным. Ну и так далее. То есть куча инженерных практик. Точно так же менеджерские практики. В скрам-команде не более скольки человек, согласно скрам-гуиду? 9. По многим причинам. И в том числе из-за семерки Миллера. Поэтому очень хорошее правило. И всем я советую взять его на вооружение. Чтобы убедиться, что оно работает, есть два простых опыта, которых я всем советую над собой провести. Антигуманных. Первый это посмотреть, попробовать, как вообще происходят карманные кражи. Когда у человека считанные предметы, у него невозможно что-то вытащить. Он сразу чувствует, что что-то вытягивает. Но как только у вас, не знаю, плеер, телефон, планшет, здесь рюкзак, цветы под боком, что-то там. В общем, у вас руки заняты. Вот у вас 7 предметов есть, так или иначе, в зоне внимания. Восьмой можно просто подходить и вынимать. Хоть из заднего кармана. Вы вроде бы должны ощущать, что у вас что-то из заднего кармана вытаскивают. Мозга уже нет на этой капасите. Он ничего не видит. Именно так работают карманники. И вы взяли и попробовали такую штуку. С друзьями собрались и весело провели время вообще. Заметите вы, что у вас что-то вытаскивают или нет. А второй пример это правило Эйнштейна. Задачка Эйнштейна. Он так выбирал себе секретаршу, чтобы она варила ему кофе. Будем откровенны, я не могу решить задачу Эйнштейна устно. Так что кофе мне варить не позволили бы. И задача очень простая. Ее может решить маленький ребенок, если у него будет бумага и ручка. Но мы взрослые, подавляющее большинство из нас, решить ее устно не можем. А задача совершенно детская. Не знаю, в желтом доме, к примеру, живет жираф. Справа от желтого дома находится зеленый с таким-то животным. Ну и вот у вас получается таблица, вырожденная, которую нужно дозаполнить и сказать, что в первом доме живет крокодил, грубо говоря. То есть задача очень простая. У нас оперативной памяти не хватает. Что-то вываливается, в итоге мы ее решаем неправильно. Вот то же самое в нашей работе будет происходить ежедневно. Что с технической точки зрения, что с менеджерской. Экосистема фасилитационных практик звучит гордо. У меня даже есть сертификат. Я согласно IC Agile, международной сертификации, фасилитатор второго уровня. Что бы это ни значило. В итоге, да, стоит запомнить, в общем-то, основной фасилитационный принцип. Разделяй и властвуй. Опять же, который проистекает из семерки Миллера. У нас в голове вещи не умещаются. Значит, нужно как можно больше ввести каких-то классов эквивалентности. Разбить этот слоеный пирог вдоль и поперек. Вот сделать его максимально слоистым Наполеоном. И в итоге, каждый отдельно взятый корж у нас в голове помещается. Мы можем им оперировать. В общем-то, фасилитационные практики на это нацелены. Например, вам нужно всем вместе принять некое командное решение. Вы вручили каждому стикеры. Вы вручили ручку. Каждый написал три топ-приорити каких-то мыслей. Вы их сгруппировали. В итоге, каждый быстро ответил согласно приоритетам. Высказал свое мнение. Причем, оно не эффектуется со стороны других специалистов. Потому что ты не высказываешь его вслух. Вы не высказываете его по очереди. Вы просто что-то наклеили, что-то написали. Потом вы это группируете. И дальше, опять же, разделяя властвы. Вот вы сначала разделили группу на индивидуалов. Потом сгруппировали вопросы. То есть тоже разделили вопросы на группы. Приоритизировали группы. И вот там из какой-то приоритетной группы, опять же, согласно приоритету, взяли, например, три топ-приорити вопроса из топ-приорити группы, чтобы с ними работать. Намерить какие-то улучшения. И вот подобных практик вы можете почитать очень много литературы в интернете. Но концептуально они все так или иначе разделяют и властвуют, чтобы отдельно взятый кусочек у нас в голове помещался. Коммуникейшн менеджмент. Кажется, что вроде как коммуникейшн менеджмент касается менеджеров. Но на самом деле, особенно для молодых специалистов, он особенно важен. Объясню почему. От молодого специалиста никто не ожидает каких-то решений сверхсложных задач. И если вдруг молодой специалист не справляется технически, значит, это вина того, кто его нанял. Не молодого специалиста. Значит, я как нанимающий менеджер, как человек, проводящий собеседование, ошибся. Переоценил силы. Не предоставил какой-то тренинг. То есть, если кого-то и вели, то меня, не молодого специалиста. Но это нормально, что человек с чем-то не справляется. Но если и будут претензии к молодому специалисту, то как раз связанные с коммуникациями. Потому что, да, классический пример, вот молодой автоматизатор. Его взяли единственным автоматизатором на проект. Он пишет тесты, делает коммиты. Он уверен, что, в общем, ну вот должны его наградить. Вот прозвучит торжественная музыка, и вся команда скажет ему спасибо. Он видит свой прогресс. Вот только он не учел, что в коммиты никто не смотрит. Прогресс его таким образом никто не трекает. А его работа для всей команды, включая команду ручных тестировщиков, черный ящик. То есть, да, автоматизатор чем-то постоянно занят. Возможно, даже присылает какие-то технические отчеты. Но какой-то хай-левел картины у менеджеров и на нашей стороне, и на стороне заказчика нет. И в итоге человека вызывает проектный менеджер или ресурсный менеджер, и он ожидает, что сейчас ему пожмут руку и поблагодарят. Он говорит, знаете, заказчик крайне недоволен. Менеджмент на нашей стороне взволнован, и у человека от этого просто разрыв шаблона происходит. Он пришел на торжественное вручение медали. А вместо этого речь зашла о возможном сокращении. В общем, вот это и есть self-communication management. Если человек понимает его основы, он познакомится с командой. Он подойдет и проактивно спросит, какую форму отчетности ты бы хотел получать. И на самом деле это звучит сложно. В итоге это третьего движения, какой-то стандартный шаблон и еженедельная отчетность, которую большинство скипает, но кому надо, тот посмотрит. И ты всегда можешь оперировать. Посмотрите, вот 50 писем, которые у вас лежат на почте, со всей динамикой по автоматизации. Поэтому это очень важный момент для всех нас. А еще, как часто вы сталкивались, что при общении с заказчиком, потом оказывается, что чейнг-деквестов огромное количество. То же самое. То есть это тоже self-communication management. Вы, как технический специалист, обсудили какие-то детали. Особенно, если это был скайп-звонок, телефонный звонок. Если только вы после не написали follow-up, не спросили в явном виде, если вопрос критически важен, что до тех пор, пока мы не получим от вас одобрения, во избежание рассинхронизации, чтобы мы вас превратно поняли. Да, ведь мы на себя один уберем. Мы не говорим, что, знаете, мы вам не очень доверяем, поэтому мы вас просим, значит, ответить на это письмо. Или, да, вдруг вы что-то забудете. Нет, естественно, нужно это облечь в правильную форму. Мы сомневаемся исключительно в себе, в своем понимании, в своей памяти. И так, просто заказчик порой уже и не помнит. Он говорил вроде, ну, такую же, но с перламутровыми пуговицами, еще что-то, еще что-то. Когда ты ему пишешь follow-up, и оказывается, что там 5 небольших чейндж-реквестов, а если ты еще даешь какие-то эстимейты, ну, хоть приблизительные, это человека день, это там два, это, ну, в общем, какие-то. И заказчик смотрит такой, да ладно, это вроде бы такие мелочи, вишенка на торт, она может отнимать там 20% усилий команды. Нет, 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 такие чейндж-реквесты мне не нужны. Но для этого он должен менеджить, да, то есть у него должны быть данные, удобные для анализа. Если их не будет, он не сможет принять решение. А потом возникнут проблемы, да, то есть, либо на что вы потратили время, почему вы меня, как минимум, не предупредили по поводу чейндж-реквестов, что делать, если у нас вообще фикс-бидовый проект. Мы все деньги проели, сдавать его надо. Фич, оговоренных в контракте, не реализованы. Зато реализовано много рюшечек, которые в контракте не оговорены, и за это нам лишь пожмут руку и скажут спасибо. Поэтому self-communication management очень важен для каждого из нас, начиная от junior и, естественно, заканчивая менеджером. Что мне очень еще нравится? Мне нравится такой подход, как ground rules. В чем он заключается? В том, что при старте проекта команда собирается на небольшой митинг. Опять же, мы помним основой communication management, что в том числе у каждого митинга должно быть сформулирована агенда, четкий тайминг, грубо говоря, definition of ready. Например, мы собираемся на митинг, если всем будет за сутки отправлен такой-то документ, и с ним люди ознакомятся. Грубо говоря, definition of done. Ну вот мы два часа митинговали, а мы пришли к консенсусу. Можно считать, что мы успешно его завершили или нет. То есть должны быть четкие критерии. Как в тестировании есть definition of ready, definition of done. Как в целом Scrum, GUID интегрировали definition of done, а в следующий стандарт интегрируют и definition of ready. Вот точно так же во все наши активности в любой митинг нужно добавлять эти основы communication management. И вот собрав небольшой митинг, организовав его правильным образом, он займет не более чем полчаса. Но при этом команда, во-первых, сразу познакомилась друг с другом, а во-вторых, в явном виде, например, с помощью всех тех же ститеров, обозначила, что для нее действительно важно. Не знаю, например, вся команда с детьми, и она говорит, что вообще нам было бы хорошо работать с 9 до 6. И это замечательно, что заказчик очень хочет, чтобы у нас был смещенный график, но вот у нас это физически не получается. Или у нас может быть один дежурный в команде, который будет обеспечивать дополнительные коммуникации, дополнительные пересечения. Или наоборот, вот все осознали, что daily stand-up, безусловно, важен, все должны в нем участвовать. И кто-то из команды говорит, вот у меня будут периодически выпадать daily stand-up. Тогда вы опять же всей командой, либо договариваетесь о каком-то времени, ну в 2 часа ты точно придешь, ну что бы у тебя там форс-мажорного не случилось. Ну в 2 точно, ну значит у нас будет в 2 daily stand-up. Но потом, когда кто-то на него не придет, и у вас будет моральное право, как у менеджера, и у команды, что еще важнее будет моральное право на человека оказывать некое давление. Ну да, это не я сказал, вот как менеджер, пожалуйста, daily stand-up будет в 7 утра. Никто не пришел, и все справедливо говорят, ну ты придумал в 7 утра, ты приходи как бы, а мы придем к 10 на daily stand-up. Ну ты же принял это решение. А так, ну ребята, вы сами посовещались, вы сами все вместе выбрали. Что же вы теперь не ходите? Если изменилась ситуация, давайте сделаем 5-минутный митинг и отразим, что у нас там daily stand-up переносится. То же самое можно поговорить о пенальти каком-то. Не знаю, там, опоздал модели stand-up, кидаешь там 5 рублей в общую копилку, на которую в конце года будет на Новый год, не знаю, там, организован мигний посиделки. Или еще что-то, да, все на ваше усмотрение. Бывает, что у кого-то в команде, ну скажем так, нюансы с чувством юмора. Неважно, он обижается на шутки, или он наоборот такой неуемной энергии шутник, что через 3 дня уже все, пожалуйста, можно, без шуток, только 125-й анекдот за день, это тяжело. Да, и вы взяли и отразили это в Ground Rules. Но ведь менеджер никогда не узнает, что важно команде. Да, вы лучше самих себя никогда эту информацию не отразите. И в итоге это будет какой-то документ, даже не то, что в страницу, там, в треть страницы, где будет каких-то 5 правил, для вас важных, которые будут обновляться. Пришел новый человек в команду, да, чтобы он чувствовал, что это не навязанные ему правила, а его, да. Ну смотри, ты ознакомился, возможно, ты захотел что-то внести. Просто изменилась ситуация, команда сильно выросла, да, ну проект же эволюционирует. Вы взяли и обновили Ground Rules. Но самое главное, что, во-первых, команда для себя выбрала некий оптимальный режим, она действительно будет более мотивирована, будет лучше работать. И у команды появляется, и у вас есть моральное право что-то спрашивать команды, и у команды спрашивать друг у друга. Очень часто менеджерам, даже на собеседованиях задают какие-то ситуационные задачи. Вот у вас один участник команды, и далее, не знаю, не идет на контакт, не участвует в стендапах, не знаю, опаздывает, там, грубо шутит, ну, не знаю, там, ведет себя сексистски, там, я не знаю. Да, отвратительный парень пристает другим мальчикам, да, в общем, сексистски однобоко ведет себя, и все. Девушки расстраиваются, так дальше работать невозможно. Вы взяли и, то есть, лучше, чем команда, на него никто давление не окажет. Менеджер может, грубо говоря, компостировать мозги 15 минут в день, в лучшем случае, да, если он каждый день будет приходить. Команда может оказывать давление вот просто ежеминутно, да, она сидит вокруг, и вот если команда начнет давить, человек либо осознает, что ведет себя неправильно, либо поймет, что он в этой команде, по крайней мере, не может интегрироваться. То есть, либо человек уйдет, и опять же, к команде будет лучше производительность поднимется, либо, что гораздо вероятнее, он поймет, что так себя вести нельзя, и изменит свое поведение. Поэтому Ground Rules мне очень-очень нравится. Да, опять же, эти практики, они все друг друга поддерживают. Без фазы Make a Commitment очень многие практики не работают. Вот те же Ground Rules. Вы их озвучили, значит, команда к ним пришла, и потом обязательно вы в явном виде спрашиваете, точно вы согласны? Во-первых, вот это та точка, где менеджер может как раз влиять на принятые решения. Банально, вот у нас есть планирование, да, и в нее тоже должна быть фаза Make a Commitment относительно команды. Вы уверены, что вы справитесь со взятыми на себя обязательствами. Если ребята уверены, то у вас есть моральное право им предложить. Да, давайте мы, ну вот мы не успеваем, у нас произошла ошибка в оценке, давайте мы... Ага, да, жутко. Да, благодарю. Давайте мы... А мысль-то хорошая была, ну, ушла. Как я разволновался, конечно, когда мне начали поправлять микрофон. Да, да, да. Да, да, да. То есть, да, 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 можно... Вы имеете моральное право им предложить поработать, да? То есть, мы сделаем выводы, но давайте мы... Ну, вы же, да, взяли на себя эти обязательства. У команды есть, как бы тоже, ну, как бы... Ну, ведь это действительно моя ошибка. И совсем другая ситуация. Ну, вы, как менеджер, что-то пообещали заказчику, подавшись на его давление. А потом вы говорите, эй-эй, давайте выйдем на выходных, я тоже с вами выйду. Делать мне, конечно, нечего, но я так, в общем, погуляю, чайок для вас заварю. И все так, знаете, нам как-то не хочется. Да, ну, ты же пообещал, что мы сделаем за неделю. Ты же с нами не посоветовался. Писать нам обещаешь ты. Ну, так, может, ты и выйди тогда на выходных, поработай, допиши все. То есть, я понимаю, что команда, может быть, скрипя сердцем и выйдет. Но вы же понимаете, она вас больше уважать от этого не будет и лучше себя чувствовать не будет. И плюс вот в этой фазе вы можете чуть-чуть сдвинуть вот эту точку равновесия в нужную сторону. Например, вы видите, что команда уже начала выдыхаться, но продолжает брать на себя серьезные обязательства. Давайте сделаем один более легкий спринт. И вы, наоборот, их убеждаете не брать на себя там еще одну задачу. Давайте мы на одну меньше возьмем. И наоборот, вы видите, что команду можно вот под легким давлением, да, оставить. И вы предлагаете, может быть, возьмем еще одну задачу, да, не настаивайте, но предлагаете. И команда, которая колебалась, да, возможно, ее возьмет. И вот у вас есть четкая точка в рамках каждого митинга практически, где вы, во-первых, передаете ответственность команде, и потом можете с нее спрашивать его. В-вторых, у вас есть четкая точка, когда вы можете влиять в ту, либо в другую сторону на решение. Опять же, все это должно проходить однозначно итерационно. Да, ну и какие-то очевидные вещи. Вы не поверите, у многих уже даже аллергия. Потому что некоторые чувствуют, что это нечто прозападное, да, вот, values, это нечто, что нам бы чуждо, это вот, наверное, просто подсмотрели, да, в книге по менеджменту, и поэтому нам их навязывают. На самом деле это не так. Для того, чтобы люди шли в ногу, а это самое главное для успеха, у нас не одиночное выступление, да, у нас исключительно командная работа, они должны мыслить более-менее едиными категориями, да, разделять какие-то общие убеждения. И поэтому очень важно ввести value компании, value конкретно вашей команды, да. Да, возможно, у вас пока в компании нет там понятия values, да, она не доросла там в рамках своих процессов до того, чтобы все это интегрировать. Вы собрались, команды, вы сформулировали ground rules, вы сформулировали values, да, вашей команды, вашего проекта. Вы сформулировали vision. Я понимаю, что в идеале vision должен приходить от заказчика до старта проекта, из которого он, возможно, выкосит какую-то закрытую информацию, связанную с маркетингом и с монетизацией. Но у нас будет понятно, что вот таргет групп такой-то, такой-то, на практике как часто вы сталкивались, чтобы вам на проекте выдали хороший готовый vision. Практически никогда. И в итоге мы полгода разрабатываем, а потом оказывается, что небольшая синхронизация, да, там архитектор фронт-энда думает, что приложение будет использовать молодежь, да, архитектор бэк-энда думает, что оно прежде всего для поколения за 50, да. Ну и вот vision чуть-чуть развалился, соответственно, да, ну у вас не будет синхронное решение. И вот если у вас в команде 10 человек, у каждого чуть разный vision, это банально будет понижать эффективность вашей работы. А так, пусть к вам не пришел никакой внешней информации. Вы хотя бы сами собрались на 20 минут, пофантазировали, запротоколировали vision. Как минимум, даже если он неправильный, он у вас у всех едино неправильный, вы будете очень эффективно идти в неправильном направлении, но очень эффективно, это уже хорошо. Плюс с таким vision, да, вы можете поделиться с заказчиком. Вот смотрите, нам кажется, что мы делаем вот это. Правильно ли нам кажется? Заказчику, опять же, гораздо проще внести какие-то небольшие коррективы в наш документ, чем самому с нуля создавать свой, либо как-то свой там адаптировать. Вот мы же не знаем, может, у него там документ с vision на 100 страниц бизнес-планы, как такого вот сокращенной версии vision нет физически. Вот это тоже очень важно. Values, vision, очень важная вещь. Очень хороший принцип, который мы регулярно нарушаем. Это су-ха-ри. Как многие, скажем, менеджерские течения, пришел из Японии, пришел вообще из спорта, из карате, потом пришел в менеджмент. О чем он говорит? То есть первая фаза, да, шу, когда мы слепо следуем правилам, не отступая ни на сантиметр. Почему мы слепо следуем? Потому что у нас еще нет жизненного опыта, да, практического опыта их применения, какого-то осознания. Мы пока не понимаем, почему это работает и работает именно так. Но вот нам дали инструкцию, и мы по ней работаем. И как часто мы нарушаем это правило вот сразу, сходу, да? Начали скрам-проект. Мы провели буквально там три итерации, ну это же целых три итерации. А учитывая, что по-хорошему есть нулевой спринт, да, есть первый спринт, который особый, который отличается. То есть по сути мы полноценно сделали один спринт. Но мы уже начинаем. Знаете, наверное, у нас проект специфический. Или у нас команда особенная. Или заказчик там с нюансами. Но мы находим для себя, почему нам нужно сразу же какие-то правила нарушать. Подождите, у нас дали стендапы получасовые. Давайте, может, мы хотя бы в стандарт войдем. Вот сначала начнем просто работать по стандарту. А то мы пока провалились на подаче документов. У нас планирование неправильно работает. Дали стендап не работает. Еще что-то не работает. Но мы уже поняли, что мы просто особенные. Вот всем скран подходит, а нам сразу нет. Вот мы с этим сталкиваемся постоянно. Что чертящим решать проблему по возвращению в стандарт, мы сразу для себя... Ну, у нас просто сложный проект, поэтому получасовые дали стендапы – это нормально. А то, что мы полчаса умножаем на команду 8 человек, у нас просто полчеловека дня вот каждый день вылетает в трубу – это мелочь, погрешность вычислений. Вторая фаза – это когда мы все равно продолжаем следовать стандарту. Но мы наконец-то начали понимать и осознавать, откуда, так сказать, из каких систем, рычагов и противовесов этот стандарт в принципе появился. И только на третьей фазе, когда мы все осознали, сами это годы практиковали, мы можем начинать вводить какие-то инновации. И это так, это даже просто с точки зрения психологии так. Ну, хочется искать какое-то простое решение. Гораздо проще найти объяснение, почему у нас скрам будет специфическим, чем искать решение, как его ввести хотя бы в русло стандарта, потом уже заняться оптимизацией. То же самое вот в спорте. Приходят ребята в тренажерный зал. У многих грудные мышцы без специфической нагрузки не развиты, а трицепс больше развиты. И они жмут узким хватом. Ну, вот с точки зрения физики, вы можете что угодно рассказывать про рычаги, мышцы, еще что-то. Работа чему равна? Сила на расстояние. Вот ты сделал широким хватом, у тебя одна амплитуда. Вот ты взял узким хватом, совсем другая амплитуда. Что бы ты дальше не выдумывал, что вот у тебя особые рычаги, у тебя особая техника, и вообще ты особенный. Ну, физика сразу ставит свои точки над «и». Другие разделы физики, да, ну, теоретически, чем мышца больше, тем сильнее. Ну, сравнили трицепс, сравнили грудные, да. Наверное, грудные все-таки побольше, по объему. Значит, 100% жать надо грудью. Тем не менее, в каждом зале найдется несколько молодых ребят, которые будут убеждать тренеров и окружающих, что... Ну, потому что чем жать меньше, переучиваться, и лучше видеть, что я особенный. Вот и у нас, и в скраме, и в чем угодно, все то же самое. Это наши психологические особенности, с которыми нужно бороться. И вот сухари очень хороший принцип. Принцип открытого тимано. Тоже, на мой взгляд, очень важный. И его регулярно понимают превратно, потому что люди не погружены даже по верхам в, скажем, особенности японской культуры. Зачастую, даже почитав на Википедии, да, говорят, что, ну вот, менеджер показывает, что, так сказать, он открыт и безоружен. Да, он распахивает тимано, чтобы показать, что он, так сказать, без самурайского меча. Ну, честно говоря, если менеджера настолько боятся, что ему просто, подходя к сотруднику, нужно его успокаивать, что все в порядке, да, я сегодня без оружия, не будет ни пыток, ни издевательств, да, я просто зашел поговорить, то это какой-то очень странный менеджмент, да, у вас какие-то очень нездоровые атмосферы и отношения. То есть менеджер не должен успокаивать сотрудника, только приближаясь к нему. Поэтому речь идет совсем о другом. На самом деле в мире существует всего два варианта регуляция нашего поведения. Это мораль и это стыд. Вот Япония практически на 100% в качестве регулятора использует стыд. Так сложилось исторически. Мы, прежде всего, используем мораль, да, но есть какие-то где-то посередине, да, там вот смесь морали со стыдом. И в Японии, да, как многие, как все мы, опять же, человек ценят то, чего не имеет. У японцев проблемы с растительностью на теле и лице. Поэтому они очень ценят, так сказать, могучую волосатую грудь. Поэтому еще в 50-е годы у них продавались специальные парики на грудь, чтобы у тебя вот все колосилось из-под рубашки. А в итоге, если рубашку расстегнуть, это какой-то енот скотчем примотан к тебе, грубо говоря, да. И вот принцип открытого темно, как раз он именно метафорически показывает, что вы настолько открыты с сотрудником, вы делаете первый шаг по доверию, абсолютному доверию настолько, что вы показываете, что ходите, да, с привязанным скотчем-барсуком к груди. Вот такое у вас хобби. То есть вы абсолютно доверяете сотруднику. И принцип открытого темно именно в этом. Потому что другие практики без этого принципа не работают. Вот есть замечательная практика one-on-one. Только она работает только в случае действительно доверительных отношений. А ее порой эту практику внедряют даже при удаленной команде. Вот ты с человеком даже не знаком. И вот ты ему звонишь вдруг. Ну и понимаешь, что сразу начать расспрашивать, как ты, нет ли личных проблем, как вот производитель. Ну как-то не получится, да. Думаешь, секретное мужское комбо, да. Рассказал историю классическую. Была у меня одна в Череповце. Человек вообще сидит, не понимает. Позвонил менеджер, да. Ты с ним не знаком. Он тебе что-то рассказал, какую-то личную историю, да. И потом вот какая-то так хитро замолчал на той стороне провода, да. Ну не будет доверительных отношений. One-on-one не заработает. Другие поддерживающие практики не заработают. Значит, вы сначала сами должны проявить доверие, сделать первый шаг к сотруднику. И только потом целый ряд практик начнет работать. Вот принцип открытого темно, он об этом. Делегирование. Делегирование. Кстати, а кто скажет, вот мы можем задачи просто, грубо говоря, заосанить, а можем делегировать. А в чем принципиальное отличие? Вот вопрос оказался со звездочкой. Отличие на самом деле очень большое. В идеале при делегировании сотрудник к нам сам приходит. Не мы к нему идем. А он к нам приходит. Более того, он не просто приходит и говорит, знаете, дайте мне какую-нибудь задачу. А он знает, чем вы занимаетесь, понимает, какие из этих задач он в теории может взять на себя и приходит к вам с конкретным предложением. Вот я вижу, что вы, не знаю, каждый четверг до двух часов дня отправляете такой-то отчет заказчику. Как я понимаю, он построен из источника 1, 2, 3. Еще мне кажется, что стоит добавить визуализацию, не знаю, пару диаграмм. И вот сотрудник с этим пришел, а вы не просто сказали «Окей», а вы, во-первых, подсказали, на что еще обратить внимание. И первый раз делегирование проходит следующим образом. Вы выполняете задачу самостоятельно. Человек сидит рядом, вы ему показали от и до. В идеале еще проговорив, то есть вы ее выполняете в два раза дольше. Потом вы выполняете, не знаю, 60-40. Потом, наоборот, он уже ведущий, вы ведомый. И в конце он уже все сделал, вы только посмотрели. Соответственно, делегирование физически может работать только в следующих условиях. Когда, во-первых, у вас абсолютно прозрачная система. То есть менеджер не сидит где-то далеко, и никто не знает, чем он занимается. В идеале он сидит рядом с командой. Команда видит, чем он занят. Понимает, чем он занят. То есть все для команды открыто. Второй момент. Команда должна видеть свою value. Ну хорошо, да. Команда, например, понимает, чем занимается менеджер. Зачем ей брать на себя доп. обязательства. А потому что должна быть модель компетенции. Пускай очень высокоуровневая, совершенно high level. Чтобы человек понимал, вот сейчас я, не знаю, senior. Я хочу стать тимлидом. Я сейчас нахожусь в такой-то точке. Чтобы стать тимлидом, мне нужно пройти такой-то путь. Задачи тимлида входят. Пусть это будет очень high level список. Не стоит сразу делать какую-то как в Google просто сумасшедшую, вообще там по уровням, под уровням, монстроподобную систему компетенций. Очень простую. На коленках. Вот вы взяли и ее сделали. Но человек понимает, что мне, чтобы стать тимлидом, нужно научиться раз, два, три, четыре, пять. Это гораздо лучше, если я сейчас попробую взять на себя что-то, а свои рутинные задачи делегировать кому-то другому. То есть это работает, когда на всех уровнях. У нас все прозрачно, все понятно, все левелы определены. И тогда получается, что все ребята тянутся наверх. Все ребята постоянно берут на себя новые обязательства, выходят из зоны комфорта и на практике учатся. Ребята в этом заинтересованы, потому что они видят, что вот я сейчас сделал первое, второе, третье. И я пойму, что я готов быть там PM-ом, к примеру. И компания поймет, потому что иначе вот у вас была мечта, стану проектным менеджером, но вы никогда ничем подобным не занимались. И тут резко стартует проект, нужно начинать здесь и сейчас. И компания тоже, закрыв глаза, эх, все, была не была. Все равно PM-а на рынке мы найдем за два месяца. Ну, вроде давно человека знаем, хороший, берем. И человек такой, да, и потом с одиночей три раза просыпается в холодном поток. Чем же я вообще завтра буду заниматься? Я не знаю, чем занят PM. Наверное, вот этим, но на практике ничего не делал, не видел. Соответственно, вот без целого ряда сопутствующих практик, где регирование, вы можете о нем говорить, но оно не может начать работать. А практика замечательная. Опять же, прозрачность. Они друг друга поддерживают. Дегирование без прозрачности невозможно. Право на ошибку. То есть, если только человек будет знать, что за любую ошибку его будут, не знаю, депримировать, или хотя бы морально на него давить, еще как-то, он просто не будет проявлять инициативу. Ну, зачем? Я буду делать ровно то, о чем меня просят, и не более того. На вооружение можно взять подход во Франции. Он доведен там до абсолюта. У них принято считать потери от ошибки сотрудника. Они в графе идут как инвестиции в его образование. Вот какой-нибудь там сэлс умудрился просто сделку там на 40 миллионов долларов провалить. Вроде как, по-хорошему, это увольнение по статье, да, 5 лет расстрела и проклятие в адрес просто вот раз и навсегда. Во Франции это становится самым ценным сотрудником. Ведь в его обучение, вот в этот кейс, вложили 40 миллионов. Это вообще самый ценный вообще из движимого и недвижимого имущества компании вообще артефакт. Конечно, если человек второй раз в одну воронку, да, ну тогда, наверное, уже, да, 5 лет расстрела. Это минимум, что можно сделать. Но это просто показывает, что человек берет, готов взять на себя обязательства. Это очень важно. Понятно, что это, так сказать, полюса, но однозначно должно быть право на ошибку. Мы должны об этом помнить, не критиковать даже словесно, если у кого-то что-то вот не получилось в рамках взятых на себя обязательств. Есть два замечательных эксперимента с приматами. Я очень люблю их приводить. И они очень полезны для нашей ежедневной работы и общей жизни. Первый говорит о том, что любые инновации идут только сверху вниз. Вы можете предложить инновацию, да, вы ее придумали, вы ее отпилотировали. Ну вот, вы миддл, вы ее на джуниорах отпилотировали. И потом, да, показали результаты руководства, и оно сверху, так сказать, ее спустило. Но, то есть, все равно, вот пока руководство не начнет инициативу спускать сверху, ничего не заработает, ничего не взлетит. Как это показывается на приматах, то есть, есть стая обезьян, они недокормлены, у них в хитрой ловушке лежат бананы. Пробовали брать джуниор обезьян и учить их открывать и смотреть, что из этого произойдет. В итоге клетка открыта, бананы достали, перворанговая особь, это не обязательно самец, во многих стаях обезьян это самки, получают перворанговые особи по загривку, бананы отбираются, навык теряется. Повторять за джуниором стыдно, получать по загривку никому не хочется. Думали нужна критическая масса джуниоров, двух, трех уже всех джуниоров обучили, результат один, навык никто не перенимает. И наоборот, как только научили перворанговую особь, за ней просто на генетическом уровне повторять престижно. Поэтому особь открыла, достала бананы, все внимательно посмотрели, запомнили и взяли на вооружение. Поэтому вы на своем уровне, по крайней мере под собой, можете внедрить любую инновацию. Пусть руководство пока не готово на эксперименты. Если вы ввели некие метрики, вы видите, что у вас качество продукта, процесса не ухудшается, вы можете вводить инновации и можете вводить их успешно. А потом вы видите путь, как эти инновации распространить на компанию в целом. Второй момент, тоже на приматах, который говорит о том, что даже если вы уйдете, то есть важно запустить процессы. И потом, пусть вся команда сменится, пусть вы лично уйдете, если процессы запущены, они будут работать. Опять же, проводили эксперимент на приматах, который показывает, как вообще появляются различные наши правила верования и многое другое. То есть, опять же, стая обезьян в клетке недокормлена, наверху висят бананы. Как только кто-то к ним тянется, всю стаю окатывают ледяной водой. В итоге, как только кто-то начинает тянуться, всю по рукам сразу получает тут же по своему загребущему. И в итоге потом подсаживают новую обезьяну. Она, естественно, бананы, все. И пытается лезть и сразу по загривку. Забирают вот так вот особи. В итоге в клетке находятся обезьяны. Никто из них не знает, что произойдет, если дотронуться до банана. Но и никто не трогает, потому что вот они уже на уровне поколений. Вот им нельзя трогать эти бананы. Вот на самом деле многие наши правила появились именно так. Они были на 200% логичны. Какие-то 10 тысяч лет назад, какие-то 20, какие-то 5. Сегодня они выглядят странно. Но что хорошо, что мы вот ввели некий процесс. Если мы его ввели полноценно, то дальше команда может меняться. Даже мы можем уйти. Эти процессы будут работать. То есть ваш труд не будет сизифовым трудом. Вы ввели что-то хорошее, и оно с вами останется. Еще пару слов буквально. НЛП. Мы, конечно, не станем специалистами по боевому НЛП. Но есть хороший пример, который я люблю приводить. Кто из вас читал ремарка на Западном фронте без перемен? Немного. Много девушек. Они не очень любят читать в книге про то, как людей превращают в фарш на протяжении 4 лет. Да, в этой книге используется только местоимение «мы». Поэтому в один год, эта книга издана в 1931 году. Уже тогда всем было понятно, что начнется Вторая мировая скоро. Все готовились. Гитлер уже пришел к власти. Поэтому в 1931 году вышло огромное количество книг. Хемингуэя, Фиеста. Куча английских авторов. Все фронтовики в 1931 году осознали, что пора писать. Но символом Первой мировой войны и потерянного поколения стало именно на Западном фронте без перемен. Автору писали тысячи писем. Потому что он везде говорил «мы». Там воинское братство, солдаты. То есть всегда «мы», 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 «мы». Именно поэтому все это воспринимали. Ну вот как. Ну это мы, это братушки, это про нас. Это вот чистая правда. И это очень важно. Вот такие мелочи. Вы можете говорить «я, моя команда». А можно говорить «наша команда». Мы и окружающими это воспринимается принципиально иначе. И это ведь правда. Это действительно наша команда. Не моя, не твоя. Это наша команда. И наш общий успех. На что еще стоит обращать внимание. Не используйте. Грубо говоря, как часто вы слышите слово «пнуть». Кто-то там вовремя не ответил. Надо пнуть. И даже менеджеры. Это настолько вот сюда с джуниорской, с камьи слабого. Что, что это же опытные менеджеры. Вот мне просто я всегда хотел, чтобы кто-то прилюдно сказал, что он хочет меня пнуть. Вот мне вот так вот. Хочу на это посмотреть вообще. Зрелище. Почему-то прилюдно никто. По крайней мере, пока не возникало ни у кого желаний. И это входит в обиход. Но это как слово «паразит». Ну, мы же слово неопределенный артикль. Бля, не используем через слово. Ну, вот точно так же нам нужно выкосить просто каленым железом вот это использование, там, пнутик или каких-то других. Попросить, убедить, да. Ну, вот эти маленькие словечки – это основа NLP. Да, я не эксперт в NLP. И уверен, мы не станем экспертами по щелчку пальцем. Но взять какие-то основы, просто ни грубо, ни нарушать – это очень важно. И сейчас, да, одна минута – и все. Да, тут остановить меня сложно. Да, есть такая проблема. Да, мы сейчас пропустим несколько слайдов хороших, да. Буквально там чуть-чуть, да, совсем немножко. На что я просто хочу обратить внимание. Здесь есть предложение поговорить про интервью Best Practices и про факторы мотивации. Вы, взяв эту презентацию, сможете собраться у себя, неважно, дома, в команде, в компании, и попробовать по-брейнстормингу. Заодно посмотрите, да, вот фазу Make a Commitment, как правильно, да, сделать агенду. Ну, в общем, все это потренируете на практике. А потом дальше вот есть, например, Best Practices с аргументацией, то же самое Motivation с аргументацией. Вы сможете то, о чем мы сегодня говорили, ну, в какой-то мере закрепить. И плюс в конце есть целый ряд книг, есть классические книги, ну, не знаю, там, Тома де Марка, да, по менеджменту это просто классика такая художественная. Есть неожиданные книги, например, «Секс и власть у приматов», де Валя, классическая книга. Но они все, на мой взгляд, очень помогут в менеджменте. Ведь менеджерить нужно все, самих себя, свои отношения просто, да. Я уже молчу про нашу ежедневную работу. Большое спасибо вам за внимание. На все вопросы я смогу ответить в коридорчике. А еще у нас сегодня будет два QA-квиза с призами. И сами по себе очень интересные, на мой субъективный взгляд. Так что приходите. Большое вам спасибо за участие. Спасибо коллегам.